25 сентября 2020 года здравствуйте мои дорогие сегодня я предлагаю вам мобильный передвижной выпуск блога святая земля сегодня связано это с тем что с сегодняшнего дня с двух часов нас закрывают на супер строгий карантин это связано с тем что во-первых у нас ожидается юмки пур день покаяния воскресенье о котором я расскажу отдельно кроме того у нас ухудшается ситуация с коронавирусом согласно отчетам нашего минздрава и вот наше правительство пытается бороться с этим делом и на две недели у нас будет какой-то жуткий карантин что нельзя даже будет выходить из дома поговаривают ну или по крайней мере только какие-то 100 метров поэтому мы с рафаилом как всегда узнав новости в последний момент бежим в магазин а выпуск делать нужно и я подумала что это отличная идея мы можем с вами так вместе опять гулять по иерусалиму и заодно говорить об интересных вещах тем более что дорога по которой мы идем сейчас и тема нашего выпуска как нельзя лучше подходит друг другу тема сегодняшнего выпуска это русские в палестине русская палестина мы будем говорить о паломниках о русской духовной миссии и на связь выйдет с нами людмила ильюнина известный русский православный писатель и автор клуба видеопутешествия топос а дорога по которой мы идем называется дырых хеврон или хевронская дорога эта дорога соединяет старый город иерусалим и вифлеем это историческая дорога по ней действительно и матерь божия с иосифом шли на перепись и волхвы здесь же шли вифлеем по этой же самой дороге и все без исключения паломники начиная с самого там не знаю раннего византийского периода 4 5 век шли паломники из иерусалима вифлеем поклониться место рождества христова и шли по этой дороге с одиннадцатого же века на святой земле становится все больше и больше паломников именно из россии при том что интересно в основном это весьма бедные люди это крестьяне это люди которые идут из своих отдаленных российских губерний часто добираясь пешком сперва до одессы потом отправляясь там на кораблях уже сюда путешествие было опасным иногда занимала человека только пару месяцев добраться сюда до некоторые шли полностью пешком всю дорогу преодолевали и конечно же разбойники у нас здесь всегда орудовали кочевые племена бедуинов которые нападали грабили караваны и в общем то вернется ли он живым из своего паломничества тогдашний поклонник святой земли прямо скажем не знал поэтому в котомке паломника обязательно были во-первых сухари чтобы питаться по дороге потому что денежек у них совсем не было а во вторых белая рубаха чтобы было в чем похоронить мало того наши пилигримы которые с 11 века начинают сюда приходить и приходят все в больших и больших количествах ну конечно с какими-то перерывами об этом сейчас скажем но в принципе до 2 начала 20 века до первой мировой войны наши пилигримы нередко идут босыми они говорят разве можно идти в обуви по земле по которой ходил сам господь наш иисус христос из уважения из любви к святой земле идут босиком вот по этой самой хевронской дороге даже можно закрыть глаза и представить себе бредущих скотом очками запыленных утомленных жарой нашей русских паломников которые идут вифлеем поклониться место рождества христова и вот как я уже говорила конечно на святой земле были разные исторические периоды исторические времена были времена войн были времена сильного очень упадкой диктатуры со стороны мусульманских властей были периоды когда паломничество скажем так скисала до снижалось количество пилигримов русских но полностью не иссякала то есть в общем-то наши паломники самые стойкие из всех других оказались и шли на святую землю даже в самые ну скажем неблагоприятные политические времена и где они жили вообще как выглядел быт русского паломника в принципе особо ничего не менялось до середины 19 века до момента когда была создана основана русская духовная миссия в русалиме об этом мы сейчас с вами подробно поговорим так что паломники наши жили да в общем то где придется те кто имели хоть какие-то сбережения и умели как-то разумно распределить свой нехитрый бюджет могли снять у местного населения что-то или поселиться в каких-то греческих монастырях например да опять же снимать там жильем за какие-то небольшие денежки но смотрите паломничество продолжалось то время от 9 месяцев до года соответственно 9 месяцев снимать жилье это ну прямо таки скажем довольно таки сложно поэтому конечно же в основном ночевали где на подворьях разных монастырей греческих немножко там немножко там а большую часть времени под кустом разбивали паломнические палатки такие как бы шатры и прям под оливками фактически и спали естественно что болезни у нас в нашем климате это и холера и дизентерия и всякие болезни возникающие от ран и инфекций которые например вот босиком идет паломник ногу поранил элементарно рану не обработал гангрена да конечно все это способствовало довольно высокой смертности среди наших русских паломников это печально и хоронили их вот как раз таки мы с вами на прошлой прогулке видели ануфриев монастырь помните селение акилдама место для погребений странных вот там и хоронили паломников умерших на святой земле иногда в монастырях но чаще там у греков хоронили вот специальное было такое кладбище для паломников странников упокоившихся здесь люди за счастье считали умереть на святой земле это считалось благословением божиим настоящим и конечно же родные узнав что их сродич теперь упокоен на святой земле наоборот радовались да и благословляли бога что при них молитвенник есть в царстве небесном но как вы понимаете на самом деле это конечно было очень все плохо и неправильно потому что все-таки быть человека а быте человека который совершает паломничество на святую землю хочет здесь потрудиться помолиться за себя за своих родных кто-то должен конечно заботиться все-таки да это необходимо и вот что интересно россия довольно долго никак не проявлялась на святой земле только паломники вот простые люди до крестьяне шли возвращаясь из паломничества наши пилигримы рассказывали о своих хождениях в русской литературе даже возник такой жанр хождение паломники рассказывали всякие были и не были лица святой земле о том как на сорокодневную гору чтобы лезть нужно иметь очень крепкие ногти потому что там дороги нет там нужно цепляться за камни а турка сзади с нагайкой тебя еще и хлещет а если сорвешься там пропасть бездонная ну и так далее так далее эти хождения сперва конечно не записывались не как они просто существовали в устной форме приходя со святой земли человек собирал в своей избе всех кто где мог поместиться кто и снаружи из окна смотрел слушал рассказы рассказы вот он на святой земле побывал вот он прибыл что-то он нам расскажет со святой земли конечно же привозили всевозможные святыни это были и кипарисовые крестики и просворочки сухие от гроба господня и чёточки ладан обязательно от гробов первым паломником оставившим хождение на русском языке является игумен даниил игумен земли русской он не только приходил на святую землю в двенадцатом веке он здесь целый год жил в лавре святого сова священного и оставил нам очень подробное интересное описание дневник своих путешествий в многие-многие места абсолютно совпадают с тем что мы посещаем и сейчас можно это в интернете найти кстати и почитать жанр хождение развивается и поныне и сейчас издается много паломнических дневников мы с вами еще об этом поговорим а сейчас скажем о том в какой момент изменился быт русских паломников на святой земле в 1848 году российская империя открывает на святой земле в Иерусалиме русскую духовную миссию но естественно что сперва это был абсолютно политический орган его создали создами нас на министерство иностранных дел с целью наблюдения за обстановкой на ближнем востоке действительно часто войны которые были у россии с турками до проблемы на балканах все это требовало контроля наблюдения за состоянием политическим и религиозным до церковным на святой земле и вот собственно поначалу миссия этим и занималась наблюдала и докладывала изменилось же все по сути дела кардинально изменилась с приходом одного единственного человека незабвенного нашего отца архимандрита антонина капустина о нем замечательную книгу написал архимандрит киприан керн который тоже был уже в 30-е годы начальником русской духовной миссии сейчас также в россии изданы дневники отца антонина капустина так что кому тема русской палестины особо как-то интересно вот найдите и почитайте отец антонина беспокоился положением русских паломников здесь он начинает покупать участки земли для россии строит на них паломнические дома больницы и конечно же храмы и монастыри вот с этого момента начинается русская палестина отец антонин капустин является создателем русской палестины здесь даже дело не только в материальном улучшении быта русских паломников здесь дело в укреплении православного присутствия на не только в святой земле на ближнем востоке дело в том что отец антонин строит еще очень много школ а как мы с вами говорили в прогулке по немецкой колонии хорошая община начинается со школы считали немцы да и в этом смысле они были абсолютно правы будущее поколение отец антонин заботится о том чтобы местное арабское православное население укреплялось православной вере и он строит школы в его времена тысячи арабских деток учились в русских школах там были учителя учительши из россии народники до которые ехали в святую землю в нашу жару пустыню до сюда преподавать учить деток были конечно там преподаватели на арабском языке которые учили детей ну понятно математики там необходимо арифметики вернее необходимым вещам но выходя из этих школ детки во первых были укреплены в православии то есть арабские дети уже хорошо знали что они не католики не мусульмане что они именно православные христиане выходили со знанием русского языка и конечно с большой любовью к россии так что здесь преследовалась и духовная и политическая цель как бы скажем одновременно и очень очень успешно вообще если сейчас у палестинцев арабов до сих пор есть большая любовь к россии это не со времен советского союза это гораздо раньше это вот с того времени отца антонина с 1865 по 1894 год отец антонин был начальником русской духовной миссии в иерусалиме 13 участков он купил здесь построил на них храмы монастыри как мы говорили с вами обязательно паломнические дома где паломники могли бесплатно размещаться питаться до давали им также конвоиров сопровождение вооруженную охрану для их караванов что было жизненно важно как мы говорили разбойники довольно часто нападали на караваны и вот так конечно качественно изменилось мало того святой землей заинтересовалась в тот период наша аристократия дом романовых в том числе и было создано русское императорское православное общество выросшие из общества пароходства и торговли русские пилигримы получили льготные билеты на путешествие в святую землю было налажено пароходные сообщения пароходные линии из одессы сюда само путешествие стало более легким и комфортным для русских пилигримов билет стоил 25 рублей включая кипяток который выдавали для чая и спальное место ну на палубе где-то дать самый дешевый билет я имею ввиду но сравните что месячная зарплата мужской прислуги в то время могла быть от 5 до 7 рублей крестьяне ну смотря по зажиточности могли кто-то зарабатывать и и тоже столько же в месяц могли и больше то есть принципе еще раз накопить допустим за год-два сумму на поездку было реальным да то есть это вполне было доступно да естественно что это не копейки были но все-таки это было вполне реальным накопить средства и отправиться на святую землю помолиться за своих родных изо всех сопровождали паломников местные экскурсоводы тогдашние гиды которые как всегда рассказывали массу всяких легенды преданий которые тоже до сих пор существуют на святой земле и вот так собственно говоря проходила паломничество нам необходимо приехав в чужую страну найти своих да то есть это психологический момент очень важный если бы не было на святой земле русских храмов русских монастырей то паломничество именно русских православных было бы сюда скажем не полноценным недостаточным на греческом языке службу они не понимают пообщаться не с кем да но даже в иконе церковной лавке обсуждая покупку какой-то иконочки с русской монахини сердце русского человека липует да тому же само осознание что наши русские представители нашего государства россии здесь молится богу за нас здесь присутствует здесь предстоят до предгробом господни молиться за русских за нас поминают наши записки это очень важно психологически важно это неотъемлемая часть паломничество уже стала и так и будет всегда надо сказать что хотя сейчас русская духовная миссия к сожалению не имеет русских школ как это было при отце антонине все равно она заботится о нас православных русскоговорящих жителях этой страны миссийские священники нас исповедуют регулярно идут службы на русском языке ну сейчас коронавирус все смешал понятно я говорю о том как это изначально было и есть до кроме коронавирусной ситуации идут на русском языке службы можно подавать на русском языке требы и так далее то есть а в явском приходе так есть и воскресная школа и поездки бесплатные для детей так далее то есть все что миссия может в этой стране в этой ситуации делать она делает но конечно не раз мы русскоязычные мамы вздыхаем о временах отца антонина когда дело касается школ как бы хотелось чтобы опять были здесь русские школы и так у нас на связь вышла с вами уже людмила ильюнина пора нам включать ее в разговор людмила известный в православных кругах писатель людмила автор топуса они с мужем снимают замечательные совершенно экскурсии нам видеопаломничество и о вырицах и о других местах под санкт-петербургом людмила здравствуйте здравствуйте анна здравствуйте дорогие друзья мы приветствуем вас из россии из поселка северский который находится неподалеку от нашей благословенной вырицы людмила я знаю что вы не раз бывали на святой земле и знаю что поездки вдохновили вас на создание нескольких книг о святой земле расскажите о них пожалуйста нашим зрителям эти книжки о святой земле можно сказать божий дар который я получила после поездки после паломничества на святую землю 2013 году дело в том что я в это время переживала что называется творческий кризис но я это так не называла я думала что уже просто пора прекратить всякое писательство что есть дела поважнее на свете и вдруг после святой земли появилось такое вдохновение неожиданное и я написала подряд три книги о святой земле и потом еще довольно много книг до сегодня ну коротко о каждой из них скажу самая востребованная читателями книга называется иерусалимские встречи потому что как мне сказали критики она написана в таком необычном жанре с одной стороны я описываю святые места и паломничество по ним но не случайно называется иерусалимские встречи потому что через всю книжку проходят главки их 15 которые посвящены людям с ними я либо встретилась на святой земле в этой поездке либо как-то особо они мне вспомнились во время поездки на святой земле я постаралась и читатели говорят что мне это удалось в этой книге передать вот такое непосредственное впечатление от святых мест и для того чтобы те кто не побывал на святой земле паломничали вместе со мною или наоборот те кто на святой земле побывал чтобы они вспомнили в подробностях те святыни которые нас привлекают на святую землю ну вот три тиража вы выдержала эта книжка но и не случайно здесь на обложке матушка георгия настоятельница горнего монастыря с которыми познакомились еще здесь в россии несколько раз встречались я записывал интервью с ней и конечно мы встретились горнем монастыре мы там жили потом даже вот удивительно мы с ней возвращались вместе на самолете рядом сидели в самолете когда улетали со святой земли вот эта книжка иерусалимской встречи кстати она иллюстрирована замечательными фотографиями моя подруга людмила иванова известный фотограф православный уже семь больших альбомов фотографии у него вышло и она фотографировала естественно во время паломничества и вот эти фотографии они вошли в книгу вот такая замечательная фотография наверное узнаете это вео дали ароса скорбный путь и вот люди прикладывали свои маленькие крестики вот стенам остановок этого скорбного пути такая вот фотография но вот я написал иерусалимские встречи это одновременно и путеводители дневник и размышления но вот не могла никак расстаться со святой землей она меня не отпускала и тут я вспомнила что я много лет назад дала такое обещание внутреннее своей подруге тогда имя ее было евангелия а потом она стала монахини николаей дала и обещание написать о ее удивительной жизни и надо сказать в первый раз я попробовала написать не публицистическую книгу не историческую не литературу веческую а художественную повесть вот она вошла в сборник страницы называется эта повесть под сенью олив и место ее действия большая часть это как раз святая земля потому что матушка николая евангелия она родилась на святой земле и удивительная судьба она рано стала сиротой и был всего четыре года на благоречанкой и ее на воспитание взял горний монастырь и гумене этого монастыря была подруга ее матери вот она воспитывалась в горнем монастыре до 16 лет и об этом я рассказываю о горнем а иерусалиме но это именно образный такой рассказ эта повесть матушка потом жила в россии там приняла постриг закончил университет исторический факультет была больна очень серьезно и стелилась на серафимовском источнике в девеева и потом вернулась на святую землю и там уже монашеский постриг приняла потому что почти всю жизнь она была инокиней вот такая вот повесть которая но тоже была востребована читателями потому что я постаралась сюда включить очень много исторических материалов но обработав их вот такой вот художественной форме для того чтобы было интересно читать и и мои друзья из института русской литературы сказали что у меня получился просто приключенческий роман вот таких традициях старых приключенческих романов когда ждешь что же будет дальше вот так неотрывно еще одна книжка маленькая который я вот обращусь еще потом называется притчи святой земли это ну вот опять не отпускала святая земля вот две книги уже были написаны но хотелось еще что-то сказать и хотелось сказать именно стихами и вот так вот появилась эта стихотворная книжка притчи святой земли так она называется потому что у нас была замечательная экскурсовод во время нашего путешествия монахиня ефалия из корневого монастыря и она поделилась с нами многими такими легендами притчами которые родились именно на святой земле и которые пожалуй даже нигде не прочитаешь о них я постаралась это все запомнить записать и превратить в стихи так появилась эта книжка надеюсь что наши зрители без труда найдут ваши книги в интернете и прикоснуться к вашему опыту посещения святой земли святая земля каждому открывается по-своему действительно для всех она разная поэтому так интересно читать хождение интересно читать паломнические дневники и даже не важно если там с исторической точки зрения что-то верно или не совсем верно не совсем аккуратно ценность их не в этом ценность в личном опыте людмила а какие места на святой земле или какое место на святой земле больше всего впечатлило лично вас на этот вопрос я хочу ответить стихотворением из книги притчи святой земли стихотворение называется лифа стратон лифа стратон страшное слово его звуковой оболочки слышится ужас которым пропитан место что названо так здесь совершалось глумление твари над тем кто вселенную создал кто был превыше любого земного царя на камне поныне можно увидеть следы от забавы жестопих солдат игрой в царя и называли господь наш червленный хламидой был здесь облачен терновый венец на голову водрузили исчадия ада и ударяли его полонитом глаза завязав вопрошая скажи чья рука на тебя поднялась царь еврейский а после сбросив фальшивые знаки царственной власти на бичевание его повели от ужаса сердце трепещет в этих темничных пределах кажется камни сдавили тебя отовсюду будто огромная глыба свалилась на грудь не чем дышать в полумраке глаза видят страшные тени в уши вторгается свист римских бичей раздирающих кожу хохот и крик палачей и тихие стоны страдальца нет больше сил здесь оставаться скорее на воздух а он все терпел страшное место лиф истратон великую службу до ныне свершает христос нам сказал человек и умолкнут а камни возобьют здесь нас встречают вопящие камни свидетели подвига крестной любви ну наверное понятно почему именно лиф истратон такое сильное переживание принес но это связано еще с тем что я ну немножко самовольно отделилась от нашей группы и оказалась вот там на месте бичевания спасителя которые достоверные одна вот на какое-то время очень короткая может быть это было всего несколько минут но я была одна в этом месте и именно поэтому вот такое сильное переживание случилось это же самое было на галилейском море когда тоже опять-таки я немножко отошла от группы и просто сидела на камне 1 и ну поделюсь таким вот мистическим переживанием я как будто бы вот увидела то что там происходило увидела таким внутренним зрением услышала хотя я не вызывала это с помощью воображения не хотела ничего себе представить это как-то произошло само собой действительно как я написала в книжке иерусалимские встречи бог с каждым разговаривает наедине и поэтому у каждого своя святая земля у каждого свои переживания и свои духовные события происходят во время паломничества еще раз сердечно-сердечно вас благодарю надеюсь что наша встреча еще состоится с вами и в моем блоге и на святой земле ну вот мои дорогие наш сегодняшний выпуск подходит концу я надеюсь что вы обязательно заглянете на топус посмотрите замечательные очень художественные вдохновенные видеополомничество видеоэкскурсии людмилы ильюниной благословенная вырица и лампово про староверов это отдельная тема которой людмила с большим вдохновением тоже занимается и здорово очень сняли о староверческой деревне выпуск я же пришла к точке нашего назначения сегодняшнего мы подошли с вами к русскому магазину это вам такой небольшой бонус к сегодняшнему выпуску как сейчас говорят это вот нынешнее русское присутствие на святой земле как мы видим стоит довольно большая очередь из-за пандемии ограничен вход в магазин вот в таких магазинах продают у нас товары из россии также здесь есть и мясной отдел конечно же где свежее мясо продают свежий творог всевозможные конфеты консервы да все что вы можете представить черный хлеб у нас пекарни пекут изумительно это магазин русских товаров называется каштан ну вот так наверное каждое поколение русских несет на святую землю что-то свое и благодаря русской алье 90-х годов у нас в израиле налажены и сети русских магазинов и специальные компании которые занимаются импортом и конечно производство товаров на русский вкус так все это существует уже очень давно и успешно слава богу мы этому рады и всему свое время но вот мои дорогие на этом я хочу закончить наш сегодняшний с вами выпуск такой мобильный немножко нестандартный но надеюсь что интересный обещаю выходить в эфир как можно чаще несмотря на коронавирусные меры и карантины оставайтесь господом всего самого лучшего